Друзья, здравствуйте. Здравствуйте, друзья мои. Ну что, у нас с Аней есть потребность поговорить на тему, какой камень использовать, чтобы привлечь удачу. Я специально буду медленно говорить, потому что, знаете, когда в личку о чем-то спрашивают, да, я, ну, это только вот пригласить к себе домой и рассказать. А тут, представляете, какой урок, да, в открытом доступе, какой камень использовать, чтобы привлечь удачу, получить материальное благосостояние, успешно сдать экзамен, получить повышение на работе и защититься от недоброжелателей. Я считаю, это невероятно крутое видео. Я бы даже сказала, одно из самых фундаментальных вопросов, да, как вот, чтобы всё ладилось и получалось, иными словами. Анечка, передайте. О, друзья мои, друзья, здравствуйте всем. Ну, вот то, что Алена прочитала, это как бы консистенция тех вопросов, которые вот чаще всего задают у нас в группе древнеправославные украшения из камня. Вот чаще всего, вот, каждые ответы на вопросы всегда бывает. Кто-нибудь тут спросит, а вот моему сыну надо сдать экзамен успешно, какой камень использовать, а вот мне надо привлечь удачу там на собеседовании, какой камень использовать, а вот мне надо получить повышение на работе, какой камень использовать. Ну, это понятно, друзья мои. Каждый хочет получить от украшения что-то особенное. Кто-то привлечь удачу, да, кто-то успешно сдать экзамен, а кто-то вообще найти супруга или супругу. Кто-то получить повышение на работе, а кто-то просто хочет защититься от не очень-то доброжелательного окружения. Ну, кто-то хочет вообще, чтобы у него исполнялись все его желания. На самом деле потребностей у людей много. И я скажу одно. Универсального способа одного на всех нет. Вот, друзья мои, мы все разные. Каждый человек уникален, неповторим. У каждого свой характер, свои особенности, свои привычки, свое мировоззрение. Ну, да, есть камни, которые обладают некими свойствами, о которых мы говорим как раз-таки на нашем курсе. Ну, например, бирюза, да, свойства радости, аметист, здравия и так далее. Но на каждого эти камни все равно будут воздействовать немножечко по-разному. Ведь нет на свете двух абсолютно одинаковых людей, правда же? Ну, объясню на примере. Вот, например, свойства камня на бирюзы радости. Оно будет действовать на каждого по-разному. На кого-то оно сразу подействует, сразу улучшится настроение. А кому-то нужно время, чтобы это воздействие произошло. А на кого-то он будет воздействовать так незаметно, что он почти ничего не почувствует. То есть все мы разные. Ну, от чего же это зависит вообще, сила воздействия камни? Дело в том, что у нас, у каждого из нас, по праву рождения есть свои боги-покровители. То есть те боги, с которыми у нас налажен контакт. Те боги, которые ближе всего к нам. Это боги периода и бог года вашего рождения. Именно через этих богов мы получаем наибольший потенциал. То есть именно через них мы можем обеспечить себе контакт с другими богами. И именно они ваши основные покровители по жизни. Естественно, если у человека в имени, допустим, стрибах, ему легче почувствовать свойства и качества именно его камня, аметиста. Легче как бы через этот камень взять потенциал. А что такое потенциал? Ну, Алена уже неоднократно поднимала эту тему в своих видео в открытом доступе. Я повторять не буду. То есть если у вас есть потенциал, есть эта энергия, соответственно, у вас есть и удача, и успех в жизни. Вас больше ценят на работе, даже, может быть, дают повышение. У вас больше шансов сдать экзамен. У вас находится, наконец, достойный супруг или супруга. То есть чувствуете, да, взаимосвязь с темой, которую мы озвучили, правда? То есть у вас растёт потенциал, и параллельно то, что вы хотели от камня, там, повышение, защита от недоброжелателей, встреча в второй половине и так далее, всё случается. А камни именно ваших богов, богов, стоящих ближе всего к вам, богов вашего имени, это и есть как бы тот самый ключик, позволяющий быстрее всего набрать вам этот потенциал. Кстати, камни — это недалеко не единственный способ набрать потенциал, это, я бы сказала, один из. Есть масса других интересных способов, про них Алена очень часто открыто рассказывает и в открытом доступе, и на Автополстар, и на своём канале на Ютубе. Часть из этих способов есть на её курсах, например, там, курсе по практической метеории и так далее. То есть камни — это не всё, но это как бы одно из, один из способов и достаточно рабочий. То есть, понимаете, да, украшение из камня — это не волшебная палочка, с ними надо работать, и работать не один день. Просто есть как бы быстрее и качественнее это получится именно с камнями богов вашего имени, то есть с камнями бога периода вашего рождения и года вашего рождения. Это будет наиболее эффективный способ для начала. Поэтому, когда мне задают подобные вопросы, какой камень использовать для привлечения удачи, чтобы успешно сдать экзамен и так далее, я говорю, всегда говорю, начинайте, начинайте с камней ваших богов, богов вашего имени. Это позволит вам быстрее получить потенциал камня и, соответственно, усилит вас, исполнит всё, что вы не захотите, но постепенно. Это всё будет работать постепенно, но это будет просто работать быстрее за счёт того, что эти боги находятся ближе всего именно к вам. И всё, что бы вы не захотели, потихоньку начнёт сбываться. Вот и всё-всё так просто. Конечно, есть ещё моменты по магическому числу изделий, которые тоже немаловажно учесть. Кстати, мы об этом говорим тоже с Аленой на курсе, древнеправославные украшения из камня. Но в общем и целом у меня ответ на эти все вопросы один – используйте для начала камня своего имени. Вот и всё. Круто, круто. Вот, конечно, когда мы касаемся этого вопроса, многие скажут, а как же этих богов вычислить и определить? Ну, давайте так. И в открытом доступе я уже зачитываю отдельно для каждого периода. И уже везде и в открытом доступе. И на YouTube-канале я уже выкладываю. Вообще на любом курсе открытом, закрытом, на каком бы там ни было я выкладываю календари. То же самое Аня делает. Вот я смотрю, что нет закрытой темы относительно имён. Это вообще всё открыто, всё всегда можно вычислить. Поэтому, конечно же, давайте берите календари и начинайте вычислять. Потому что если ты сам ждёшь, что тебе что-то расскажут, ну вот сразу в рот раз и туда готовое уже, пережёванное, оно, конечно, попадёт. Ну, то есть, а в следующий раз кто это будет за вас делать? То есть, получается, у вас ещё, кроме вас же, ещё очень много кого, да, то есть и мамы, и папы, естественно, и близкие, там, жена, там, супруга, да, детки и так далее, там, супруг. Вам же тоже для них что-то нужно вычислить. И получается, вы зависимы от знания других людей. Здесь, как говорится, не дай еду, а дай инструмент. Инструмент будет, еду сам добудешь. Правда? Но мы же своих детей так воспитываем. Мы же не предлагаем им сразу и всё быстро назабирай, и чтоб ты не мучился никогда во веки веков. Так не бывает. Поэтому и тут такая же песня. То есть, вы стараетесь самостоятельно вычислить имена, и на основании ваших имён, ну, понятное дело, придётся с камнями поработать. Здесь стоит вопрос, а делать то, что дальше, да, ну, вычислила. Я понял, что у меня, например, рубин, да, и мы знаем, что у нас на рынке рубинов, ну, такое делается сейчас. О, там что за рубин выдается, да, например, или там какой-нибудь хризалит. То есть, ты смотришь, если ты не профессионал, ты не понимаешь, то ли это стекляшка, то ли это кристалл, да, потому что, ну, действительно можно спутать, если ты не занимаешься этим каждый день. И у нас с Аней пришла мысль, да, которую вы через некоторое время услышите, да, то есть всё будет. Мысль заключается в том, что действительно у нас в Санкт-Петербурге в скором времени состоится прекрасный мастер-класс, точный мастер-класс, где своими ручками будете собирать. Это не шутки, это не, ну, то есть действительно нужно научиться это собирать. Вы уйдёте с кристаллами, вы уйдёте с изготовленными уже красивыми браслетами. То есть это вот, ну, не то, что вы там пришли, послушали, ушли. Это проделание. То есть у каждого будет, естественно, своё рабочее место, каждый будет сидеть и разбираться, как это всё сделать. Ну, могу сказать так, мастер-класс имеет название «Браслет оберег по именам своими руками». Пройдёт очно в Санкт-Петербурге. То есть вот это такая затравочка, можете уже постепенно в эту сторону думать. Ну и чуть позже, конечно, у нас будет объявление на эту тему, чтобы у вас уже настроение повышалось, особенно, чтобы вы понимали, это будет 7 марта, в преддверии всех этих социумных праздников. Ну так, чтобы и подарок, и, соответственно, знакомство с кристаллами, знакомство с нами, и обладание умениями, потенциалами, всё в один день. Ну, потому что, ну, понимаете, нам не жалко. Вот Аня сколько уже в открытом доступе рассказывала и о кристаллах, и даже о том, как их определить. Вы помните? Она вот сидела, подсвечивала, показывала, и такой ворох вопросов был на основании этого, что, ну, ну как, ну, уже и так, и сяк, вот здесь и на зубы, вот, ну, как угодно. А нет, надо всё-таки посмотреть. Ну, хорошо. Раз надо посмотреть, значит, для вас мастер-класс. Поэтому все вот желания, всё, что мы озвучили в теме этого видео, начнёт сбываться, как только вы начнёте носить камни своего имени. Вот я уже давно ношу камни, вот у меня по имени изумруд и аквамарин, я ношу их практически постоянно. И на самом деле очень многое, что в жизни начало меняться. И мы ждём вас на вот этот будущий мастер-класс, на котором вы тоже сможете себе такое чудо сделать. Ну, Аня, я просто, знаете, я всегда, я с Аней пошутила ещё, говорю, Анечка, ну ты скажи, на какой должности ты работаешь, да, на официальном работе? И там все вопросы отпадут. Правильно ли ты камни носишь? Или неправильно? Анечка говорит, чур-чур, чур-чур меня. Я ничего не буду говорить. Нет, ну я могу сказать, что у меня год назад было повышение на две ступени. Да. Ну так, чтобы на всякий случай. Да, чтобы просто вы понимали, что это такое. Причём абсолютно я не ожидала, что так случится абсолютно, но за меня боролись несколько отделов. Вот так. Так что имейте в виду, всё работает, всё, о чём мы говорим, работает. И здесь нет секрета. Хотите самостоятельно, да, имена можно вычислить. Хотите, вот, пожалуйста, можно работать, собственно, приходить на мастер-классы, или там включение. Ещё раз, мы всё делаем для вас, потому что, естественно, уже вот толпа, толпы спрашивающих, а что же делать и куда бежать, да, как с этими камнями работать. Ну, пришлось, просто пришлось. Анечка, если добавить больше нечего, будем закругляться. Да, ну всё, ну, приходите на наш мастер-класс. А кто не может приехать, пожалуйста, у нас есть прекрасный курс «Древле православные украшения из камня». Там ещё более подробно я рассказываю, каждую неделю отвечаю на кучу вопросов. Так что приходите на наш курс тоже. Да? Наш ждёт. На сегодня всё, друзья. Пусть у вас всё ладится и получается. Всего доброго. Всего доброго. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова